Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами стример SLTVS LordArm, и сегодня у нас все тоже 16 сентября, и фаскап изменился, 57-48. Ну и играют у нас, собственно, команды FQQQ, или FQQQ, против команды SoftTest. Вот, ну и, собственно, раз уж я начал говорить про команду, тогда сейчас, буквально секунду, и расскажу о самих командах. Ну, раз уж я начал говорить про команду QQQQ, тогда уж тогда... И начну с этой команды. Итак, собственно, команда сыграла 4 матча, из которых только одну победу ребята вырвали, и 3 поражения. Да, печально. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что у ребят все сложится более удачно, и сыграют получше. Ну, по крайней мере, еще пару побед вытащат из этого фаскапа, ну и дойдут у нас до финала. Так, ну и команда, конечно же, SoftTest. Команда сыграла пока только 2 раза, и оба раза, к сожалению, проиграли. Да, вот такая вот печальная статистика. Но, фу, ребят, так же все впереди, и я им желаю, на самом деле, огромных успехов. Надеюсь, ребята, просто вот это 2 поражения. Ну, а дальше будут только одни вины, вин-вин-вин, и будут одни победы. Вот так вот. Собственно, наверное, о командах все. Ну, и про сетку скажу. Сетка в этот раз немного необычная. Она создана на 32 команды. Ну, ребятам придется тут, конечно, попотеть немножко. То есть, на один матч дольше придется. Вот. Ну, это, конечно, уже что касаясь сетки. Вот так. Ну, и, собственно, наверное, все. Так. Ну, что, ребят, те, кто смотрят меня в ДОТа, вообще, в принципе, в ДОТе меня вроде слышно, я поставил. Ну, и, ребята, те, кто смотрят меня на Твиче, задержка в 2 минуты по стандарту. Ну, а также переходите ниже в описание группы ВКонтакте и попадете вы в группу ВКонтакте. Вот. Ну, а там уже внизу на стеночке в посту вы увидите, собственно, играют данные команды. И голосуем, собственно, кто выиграет у нас, команда QQQ или команда SoftS. Ну, на самом деле, я сейчас смотрю, просто все, все практически проголосовали за команду SoftS. Не знаю почему. Может быть, ребятам нравится именно пик, а может быть, что-то еще. То есть, это такое. Хорошо, давайте уже, несомненно, перейдем к самой игре. Самой игре. Буквально минутку прошу. Да, все обновил. Хорошо, хорошо. Все вроде. Да, все работает, все шкана. Так, ну ладно, хорошо. Так, сейчас сообразим. Так, команда, кто у нас есть, где? Команда SoftS играет у нас за команду Рейдингов, за силу света. И там команда... Буду называть команду QQQ. Так, потому что все-таки попроще и быстрее. Так, ну и команда... Буду называть QQQ. Забанили Разора, Войда, Вайпера, Ликантропа. Сейчас идет у ребят последний бан. Взяли в пик себе. Эйз Шекера, Скай Реймейдж, Врайтинг, Тайт Хантер. Команда SoftS. Забанили Dead Prophet, Doom, Сларка и Инвокера. В пик себе взяли Эйзшен Лапарейд, Трентам, Нюкса и Вивера. Нюкс Ассасин. Да, такое тоже забавное на самом деле пик у ребят. Отличные два саппорта. Один хиляет, другой, ну, настакивает хил, другой настакивает атаку. То есть такие вот полезные очень-очень герои. Плюс есть Нюкс. Ну или Никс. Кто уже как, кому уже как удобней. Собственно, я думаю, это будет герой гонгающий. И Вивер все-таки, пожалуй, наверное, будет в трипле этой троицы. И ребят могут на самом деле и в харду даже так же отправиться. Ну, посмотрим на самом деле то, как будет. Потому что, ну, Вивер все-таки с шикучами и двойной атакой. Спокойно ребята могут хардлайнер разобрать быстренько. Ну, хорошо. Но это все такое вот скользкое. Потому что все-таки все зависит от последнего героя. Ну, у кого, ребята, пикман в последнем, уже будет хотя бы более видно. То есть кто, кто куда. Такс. Ну что, бан-бан идет у команды Softes. И так. Клопа у нас зашла в бан. И Тинкер у нас зашел в бан от команды QQQ. Брафмастер в пике. Ребята не колеблись. Пикнули мгновенно на брафмастера. И уже, в принципе, расстановочка понятна. И Сайленсер заходит от команды Softes. Немножечко у меня лагает. Во время пиков такое бывает. На самом деле, почему в последнее время лагать, не знаю. Жуть, прям аж залагало, как. Господи, что у меня с героями. О, все нормально. Так, ну что, разбирают героев. Разбирают петихонечку. Разбирают, разбирают. Два героя осталось. Так, у меня тут это... Двойной клик пошел. И все лагает. Ужас, что происходит? Что за лаги? Ребята, прошу прощения. У меня даже игровую статистику не открыть. Буквально, если вы мне позволите, пару секунд времени... Я переподключусь к игре. Надеюсь, мне это поможет. Не знаю, что-то впервой такое произошло. Действительно, извиняюсь. Прошу прощения. Все, все, все сделал, все настроил. Включаю тогда статистику крипстата. Я думаю, пока нам это более важно. И желаю удачи обеим командам. Это самое важное. Итак, 20 секунд до начала отхода крипов. Тем временем тогда представлю команду SoftS. Итак, Интернационал играет у нас на аппарате. Вайт на Вивери. Демо на Тренте. Матрикс на Аниксе. И неадекват на Сайленсере. И команда QQQ. Итак, Джи Белл на Брэвмастере. Меньше 3. Меньше 3. Ну, это сердечко, конечно, на Скайрее. Алеша на Тейтхантере. Ф-Краш на Эйшекере. И Стендинг Лидд на Врэйкинге. Вот так вот. Вот так вот расстановочка у нас пошла. Итак, что у нас будет на низу? На низу мы видим, да, что все-таки Тайт у нас будет стоять. Хардо такой вот подстаивать. И да, ревер у нас в Трепле. Причем Керем, как это, и не сомневался. Я думаю, никто. Все-таки я угадал с этим. Итак, Никс у нас стоит. Хардо против Треплеи Врэйкинга, Шекера и Скайрея. Ну и Мид Сайленсер против Брэвмастера. Промахнулся у нас Сайленсер. Ну пока что все у нас спокойненько. Я вот думаю, что все-таки у нас первая Трепла, то есть первая Дабла Суппортов команды QQQ будут заходить в смоках под Мидера. Все-таки у них инициация такая, чуть-чуть больше. То есть в Скайрея есть дамажущий скилл. Буквально сейчас, ну по крайней мере скоро, я надеюсь, появится замедление. Замедление, ну и фиссура, и там станчик, тотем. То есть я все-таки надеюсь на вот эту Даблу, которая будет заходить в Мид. Все-таки закроют Сайленсера, тотем, замедление, дамаг, там Брэвмастер по земле ступнет и все. В принципе это фестблат, ну или по крайней мере точно минус один будет. То есть попытка можно зайти. Вот нежели тут будет, да, аппарат с трентом. Ну это, это никак. Тут точно не заходят, тут ребята гангать 100% не смогут. Ну ладно, аппарат там может быть кое-как там кинет черенгтач, попытается приморозить. Трент максимум что сделает, наверное, чуть-чуть замедлит. И то, этого всего не хватит и скорее всего Брэвмастер отобьется. В общем гангать тут, конечно, удобно команде. Такой тычечку дал Нюксу, говорит, что это ты тут стоишь. Ох, агрессия пошла, агрессия такая вот. Надамаживают тут Нюксу. Ну, Нюксу опять танго, он говорит, да, все равно изи, изи отстаю эту линию. Никто мне мешать не будет. Так, ДДшечку, кто у нас заюзал? Задействовал руну. Аппарат. Где у нас аппарат? Аппарат у нас гангающий аппарат, Бесмаков, просто заходит в мид, не боится. И это будет, наверное... И что это будет? Это просто аппарат, который пришел немножечко потырить экспы. Вот такой вот аппарат и возвращается обратно. Понял, что Бесмаков заходить нельзя, точнее у него есть они, но он, наверное, забыл просто-напросто его заюзать. И ушел обратно. Потерял время. Мог много чего полезного сделать за это все время. Тем временем, четвертый уровень у Тайда, а тут третий уровень только пока. Да, что-то как-то не прет, ребят. Ну, Сайленсер на самом деле тут напрягает, пригорает бредмастерам. Подкоп. Смотрю, умирает у нас стоит Хантер. Примораживается это Фёстблат. Шикарная игра. Да, тут, правда, саппорты чуть не поумирали, но все равно. ФБ есть ФБ и классная игра. Итак, а кто у нас, собственно, Вивер? А, еще и Виверу килл отдали. Это вообще 1500 золота у Вивера. Аквилка есть, все шикарно. Боттл у Сайленсера появился также, забирает руну иллюзий. Тайд Хантер настолько уже боится, что просто-напросто прилетает на Т-2. Так, бредмастер... А, раскладывается. Шикарно. Боттл отпевает у нас Сайленсер. Будет сейчас кирпич, наверное. Да, прилетает кирпич Сайленсера. Хотел помансить, в другую сторону уйти. Но тут дамажит, отпевается боттлом. Боттл, все, заряд закончились. Мансует, мансует, мансует. Одна секунда, мансует и все, превращается обратно. Сайленсер настакивает тут. Суппорта прилетает, Вивер тоже прилетел. Дамажит, дамажит пока. И вот-вот-вот. Пару ХП. Тренд отхиливает тем временем Сайленсера. Так, бежит в шикучах, бежит. И пару тычек. Пивко. И тычечка от Сайленсера. Царская тычечка прилетает. И это килл. 250 золота зарабатывает у нас заслуженно Сайленсер. Тут была попытка, я так понимаю, зайти в мид от суппортов команды. Но пока не заходят. Никс у нас на базе. Врайкинг у нас под вышечкой тут стоит, подфармивает крипов. Да, что он собирает. А, Мидас у нас, Вивер собирает. Вот такое вот решение сделал. Ну, Мидас, я думаю, окупится с его игрой. Таким вот гангом. Ну, так же появляется у Врайкинга Мидас. Правда, он уже его завязал. Вивер еще только пока летит. Щиток-топорик плюс. Да, там аквила. Ну, по крайней мере, по крипстату у ребят практически идеально. То есть 3-4, 3-4 ребята идут, и все у них хорошо. Плюс сейчас будут забирать башню, плюс то, что Вивер кинул и ассист получил. В общем, ребята, все хорошо. Так, Мидас есть, осталось только заюзать этот Мидас. Неужели Вивер пойдет в лес? Сейчас, кажется, было бы проще, на самом деле, вот юзнуть на крипа, нежели идти в лес, вот на этих галеймах. Да, я понимаю, что экспатам в два с половиной раза больше, но все-таки проще уж было бы стоять на линии и ту же самую экспу получать от крипов. Итак, ребята будут пушить или как? У них есть баллиста. С этой баллистой можно вообще налегке сейчас зайти и спушить линии. Да, и там, в принципе, есть рвейдж. Там саппорт, и ни у кого вообще, в принципе, ТП нету. Поэтому даже у Мидера нету. Все, ребят заходят на вышку. Фортификацию можно даже не вязать. Да, минус вышка. Забирает у нас аппарат эту вышку. Восьмая минута игры. 2-0. В пользу команда SoftS. Тем временем в группе, смотрю, все еще больше и больше людей голосуют за команду SoftS. Ну, понятно, тут все-таки 2 кила уже пошли. Итак, руна инвизабилити подбирает она. Сейленсер отпевает саботлом. И буквально будет один левел и будет уже качек скилла. Вопрос только остается какого. Заходят за вышку. Есть вижен на героев. Прилетает сюда у нас Трэнд. И ребята будут заходить. Сейчас еще практически ульта появится у Никса. Да, Никсу тут теряет, конечно, опыт, но все равно получает. Итак, есть Вендетта. И Сейленсер заканчивается пока. Рун, так, да, руна инвизабилити. Видит Врейкинга. Врейкинг. Заходит. Заканчивается у Сейленсера. Сразу же стан получает. Сала. Тычкует у нас Скайрей. Все, ман закончилась. Фессурой закрывает шекер. Дамаж. Чилинг-тач. Подкоп. Шикарный подкоп. Примороз. У них забирается тычечек. Будет заход у нас на шекера. Что-то как-то под себя прям аппарат приморозил. Пласочка юзается. Там гусик съедает. Все у Сейленсера хорошо и прекрасно. И как? Это ребят будут заходить на тавр или что? Тем временем Вири у нас и фармит. И подпушивает. Арканы появляются у Никса. И да, ребят заходят все-таки на тавр. Прожимается у нас аркана. И тайт. Тайт. Будет у нас рвейдж. Отличный рвейдж. По четверым. Раскладывается панда. Дамажит. Салов Сейленсера. Подкоп. Поднимает шторм. У нас Никса. ТП делают у нас. Да. И закрыли. Как же красиво сейчас Трент сыграл. Сбирает правда аппарата. 200 золота за него выбивают. И ТП делают у нас Никс. Да. Ушел. Ушел. Тут просто по-царски. По-царски. Вот я никак не могу сказать. Но вот Трент просто царь. Серьезно. Он ушел в инвиз. Закрыл своего товарища. И сейчас сделал ТП еще и сам. Просто прекрасная игра. Но правда Тренту придется сейчас постоять на базе. Тем временем. Тем временем. Пауэр третс появляется у Врайкинга. В принципе у Вивера тоже он появился. Ребята идут так. Вот наравне. По количеству крипов все точно так же. 3-1. Десятая минута игры. Собственно. Что у нас со статистикой. 1-1-1 имеет у нас команда Soft S. Причем да. Самые главные герои. Керри Мидер Харт. Самый высокий уровень у нас имеет Вивер Сайленсер и Бревмастер из команды QQ. Ну. Я не знаю насчет байбэка уж точно пока рано. Но вот общую ценность думаю поставлю. И так Бревмастер приобретает себе Блинк Даггер, Никс. Ох, какую тычечку такую дал. Подкоп, ой как криво подкоп. Сайленсер Глобал прожал. Тоже ну не айтс. Но Бревмастер у нас... А где у нас... Ага, ДД. На Миде. Хорошо. Ну в общем вышечка упала. Правда от крипов. Но все-таки она упала. Так, Сайленсер у нас все-таки на восьмом качнул третий скилл. И так, примораживает у нас Тайт Хантера. Тайт Хантер пытается уйти и уходит. Не примораживает его. Никс здесь прилетел, но Тайт уже ушел. Арканы появились у Трента. Для Трента это вообще шикарный артефакт. И в Форстав приобретайте Сайленсер. Как-то странно у нас Сала фармит. Или просто торопится куда-то, не знаю. Так, 1200 есть у Тайт. Тайт себе как? Тоже Арканы будет? Или пытаться со стакова выфармить все Блингдаггер тоже? Потому что два Блингдаггера в команде это уже все. Это есть инициация, это отличные врывы, ну и тому подобное. Да, вот Тайду Токман не хватает. Ну, по крайней мере, ребят формят. У аппарата есть ульта. Тренту буквально чуть-чуть не хватает ульты. И если два ультимейта таких будет, это будет же вообще шикарно. Трент ультует, аппарат в это все ультует. Сайленсер Глобал прожимает. Ну и там Вивер бегает. Два жука таких, Нюкс и Вивер бегают и дамажат всех. Два таких неприятных жука. Два инвизера. Да, Сайленсер у нас отключается. Надеюсь, он быстренько перезайдет. Самый дорогой герой у нас пока Вивер все-таки. На 700 золота дороже будет. Все, теперь подключился Сайленсер. Сам предлагает Гоу, но что-то ребята пока не отвечают. Все, возобновляется игра. Так, попытка приморозить Брюкмастера. Но у него есть расклад, есть все, в принципе, есть. Фиссура. Цапы двоих. Удар по земле. Дамажат. Хилит Трент. В инвиз отправляют у нас аппараты. Сам пытается монсить. Пока хиливается. Хилится Пивко. Хилится. Три секунды. Три секунды. Эх, блин, дайгеры. Да, урон. Дамажат тут Трента. Да, Трент погибает. Но засейвил своего тиммейта. Правда, которому отсюда не выбраться. И придется как-то... Как-то придется уходить. Глобал прижимается. Телепортируется у нас Сайленсер. Никс прижимает Карапаси. Замедленяет. Так. Ну, Хастия дамажит. Скорее должен умирать. Просто должен. Нет крипов. Умирает. Да. Серия убийств у Сайленсера. ТПИ делают у нас также Трент. И так, залетел Брюкмастер у нас в аппарат. Аппарат минусует. Ульта полетела от аппарата. Проверка такая вот. Пауэртретс приобретает у себя Брюкмастер. У него все шикарно. Как у нас насчет Тайда? Вот я за Тайда хочу понаблюдать. Все-таки 1800. Вот, вот, вот. Не хватает, да, еще. Вот маны бы сейчас стоит Хантеру, чтобы вот этот стак заформить. Ну, по крайней мере, вышка в миддлгейме тоже упала. Трех вышек нет у команды QQQ. Тем временем, как у команды SoftS, буквально все вышки, ну, на счет полностью хилованных нет. Но вот эта вышка на 50 хп можно было бы даже динайдить. Так, сал у нас на нюк 7. И маны 80 потратил. Так, разложился. Рэвэйдж! Два суппорта. Точнее, Сайленсер с Трентом умерли. Даблкилл от Тайдхантера. Шикарная игра. Ребята сравнивают счет. Проблемы у нюкса, замедление в Карапасе попадает. И все, тут Виндетта пошла. Собрался обратно у нас Брюкмастер. Блинк Даггер. Блинк Даггер появился у Тайда. В принципе, Тайд даже не залетает. Вот так вот спокойненько подходит и раскастовывается. Ребята минусует одного, двоих, троих. Но пока я видел под двоим как минимум цеплял Тайд. И это классно. Ну, а сейчас Блинк Даггером вообще будет шикарно. Что за маленький говнюк отжал Куру у бедного? Так, Трент. И дал у нас пока по всем дэмэдж. Нюк забирает Тайдхантера. Бедного несчастного Тайда. Да, вышка коцает и еще живет. Забирает у нас также потихонечку Брюкмастера. Ну, тут должен умирать. Да, тут Виэр уже забирает Сайленсер у нас буйствующего Брюкмастера. Ребята уходят. Там отхиливается в Райкинг. Итак, в Райкинг себе потихонечку Армлет выфармливает и буквально через уже нисколько, уже все, монетка и все, поехали. Армлет появляется у Райкинга. Кого-то я там видел, кого-то я там видел. Этот вот даггер привезли в Тайду. Ну, все, остался только Шекер. Наверное, с Форставом или тем же Блинкдагером. И просто все танки будут врываться. Серьезно, 4 танка. Итак, Топейн делает у нас вся команда. Фиссура. Ё-ёх, Форставом. Инвиз. Ушел. Никс. Уходит тоже с Блинкдагера. Вот у кого был Блинкдагер. Вот кого я не заметил. Сайленсер. Замедление. Хил от Стрента. Замедление. Сало. Больше замедление. Подкопы земли. Тычкуют просто. Пытаются заминусовать. Подкопы от Никса. Никсоман заканчивается. Никса просто сбривает. Стрент ультует практически в никуда. Ох, Сайленсер живет. Вот Форставом себя вытолкал. Залетает у нас сюда Брафмастер. Минусует также Сайленсера. Да. Минус 2. При том, что нету аппарата все это время. Вот. Аппарат у нас отключился. Никто этого не видит. В общем, что происходит, я не знаю. Сейчас умрет у нас Вивер. Вивер! Что творится? Господи, Вивер от нейтралов умирает. Вы серьезно, ребят? Вот это фейл! Вот это фейл! Умереть от нейтральных крипов. При том, что была фласка. Жутко. Ну ладно, аппарата все еще нет. Я так понимаю, это типа забили на него, потому что он сказал, что, ребят, все, мне куда-то надо уходить. Это аппарата. Шикарная льта. Я вижу, кто-то умеет ее использовать. Тот, кто сейчас управлял аппаратом. Итак, тем временем, команда QQQ прожимает тут арканы и будут заходить как? На Т1 прям так? В бэкдором? Или все-таки пропушат линию от крипов? Так, ДПН делает у нас вивер. Ребятам не хватает гему в команде QQQ. Вот, 7-8, да? Счет на 18-й минуте игры. Счет бы был мог получше. Потому что вот гем это просто контр Никса, контр Трента, контр Вивера и контр того Трента, который на кого, кто, точнее, на кого Трент накинет первый скилл. Арканы у нас появляются у Тайдэм. Ииии... Никс Вендетти. Никс Вендетти. Фессура. Подкоп. Трент. Ульта. Шикарно. Вивер. Уходит. Раскастовывается у нас Тайдхантер. Глобал кастуется. Минус Трент. Забирает Скайрей Трента. Минусует также Вивера. Сайленсер. Тачкует просто-напросто Шекера. Так. Никс также умирает. Но забрали также Шекера. Так. Прыгает у нас Брэвмастер. Мимо у нас удар идет. И тут никаких крипов. Ииии... Стан от Фрайкинга. Минус. Трипл килл от Скайрея. Г-г. Г-г. Отключаются ребята. Да. Тут уже вчетвером. На самом деле всегда в меньшинстве сложнее. А трон пал. Ну что, вы все... На 12. 20-я минута игры. Время у нас 8 часов вечера. Вот так вот. Вот так закончили играть команды. Ну что, поздравляю команду QQQ с их шикарной победой. Ребята проходят в одну восьмую фаскапа. С чем я их и поздравляю. Ребят, серьезно. Продвигайтесь дальше. У вас теперь уже эта вторая победа. Для вас это прекрасно. Вот. И я желаю вам удачи. Проходите дальше. Вот. Ну что, ребят. Большое спасибо те, кто меня сегодня смотрел. Смотрел фаскап. Проголосовал. Наблюдали. И тому подобное. Завтра у нас среда. Среди недели. Будьте на позитиве. Я уверен, что сегодня еще много у вас выигранных каток впереди. Всем удачи. И до скорого. Еще раз спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Старладдер ТВ объявляет о старте 10 сезона Аматорской лиги. Крупнейший онлайн-турнир среди непрофессионалов ждет тебя и твою команду. Регистрация доступна до 19 сентября. Количество участников не ограничено. Начни свой путь чемпиона. Все подробности на dota2.starladder.tv Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok